Есть такая профессия – защищать леса. Этим и занимается лесничий. Работники леса проводят санитарные рубки, убирают больные, аварийные и сухостойные деревья. На сегодняшний день площадь городского лесничества – 5310 гектар, а в штате – 10 лесников, за каждым из которых закреплен свой участок для обхода. При обнаружении сухостойных массового сухостоя или поврежденного вредителями насаждений мы проводим лесопатологическое обследование, составляем акт. Этот акт вывешивается на сайте администрации. После того, как он отвестит 20 дней, мы можем назначать на этом участке рубку. Отводим делянку и назначаем мероприятие. Также лесничие проводят профилактические и противопожарные мероприятия. С мая по октябрь работники убирают рассеянный мусор на участках лесничества. Особенное внимание уделяют местом отдыха горожан. Еще специалисты проводят обновление и прокладку минерализованных полос. В особый пожароопасный период лесничие проводят патрулирование вместе с сотрудниками полиции. Граждане стали как-то сознательны. Все равно в последнее время и мусора меньше оставляют за собой. И при запрете на посещение лесов нет таких злостных нарушителей, которые разводят костры, приготовляют пищу на углях, на мангалах. В каждое время года у лесничего есть свои трудности в работе. Зимой это большой снежный покров и непроезжие дороги. Летом опасность представляют жара, пожары, клещи и лосиные вши. Также лесничие проводят беседы с посетителями лесов. На территории городского лесничества в основном преобладают смешанные и хвойные леса. Саровские леса являются защитными. Если на территории лесного фонда их беспощадно рубят, у нас здесь только охраняют и следят за их санитарным состоянием, поддерживают в таком естественном виде, как они и есть. Канал 16 поздравляет с Днём работников леса тех людей, которые своим трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.